Здравствуйте! И вот снова в гостях у мастера на Алтайской 105. В преддверии международного дня 8 марта у меня в гостях комсомолка, спортсменка, красавица Ирина Филимонова, представитель самого женского вида спорта. Мужчины, конечно, могут поспорить, но это футбол. Она совсем недавно стала судьей всероссийской категории футбола. Здравствуй, Ириша! Здравствуйте! Мы же не первый раз встречаемся в этой студии. Не первый. Ну, расскажи, как у тебя идут дела? И начнем с того, что футбол это все-таки самый женский вид спорта, хотя мужики не будут согласны, как ты считаешь? Ну, я с этим не поспорю, конечно. Как без женщин? Без женщин никуда. Но ты же судишь мужской футбол. И мужской футбол тоже сужу. Что сложнее? Судить? Да. Мужской или женский футбол? Это два разных, вообще совершенно разных вида спорта. Женский футбол и мужской футбол. Но сложнее. Конечно, сложнее судить мужчин. Ирина, а это правда, что ты вообще в истории томского футбола первый судья всероссийской категории? Да, это правда. 12 декабря 2016 года мне была присвоена всероссийская категория. И в истории томского футбола это первая всероссийская категория среди мужчин и женщин. Поздравляю. Спасибо большое. Жалко, конечно, что категорию присвоил мне министр спорта Мутко и руководитель Российского футбольного союза. То есть и присвоена была Колобкова уже другим министром спорта Российской Федерации. Да, Мутко стал вице-премьером. Да, его повысили. И вот другой человек меня уже присвоил. Ирина, а поскольку теперь ты стала не только среди женщин, но и среди мужчин, судьей всероссийской категории, это ко многому обязывает. За тобой мы очень внимательно следим. Каждая твоя ошибка, у тебя будет сильно бить. За тобой будем сильно наблюдать. Да, я согласна с вами. То есть теперь каждая ошибка, она вдвойне будет наказуема. То есть надо своему статусу как бы значить во всех выборах. Я понимаю, да. Тут же понимаешь, что очень важна психологическая защита от всех этих вещей. Ты готова к этому? Конечно, готова. Всегда готова. Мы выдержим все! Конечно! Сейчас в канун женского праздника проходит соревнование по зимнему футболу с этой женщиной имени Абасова, да? Да. Что там нового, что там интересного? Расскажи. Нового интересного? Ну, во-первых, команд на данный момент не больше, к сожалению. Но женский футбол мы стараемся поддерживать и надеемся, что дальше он будет только набирать обороты. Мы стартовали в феврале, и вот в марте, в ближайшие выходные мы планируем уже провести финалы. У нас участвуют женские команды вузов, студенческие команды, а также имеются команды школьных организаций. А также, кроме студенческих команд, да, и большого футбола среди женщин, у нас также будет проходить среди общеобразовательных учреждений, среди школ. Это дети постарше, также будут играть на снегу, но у них чуть-чуть другой формат. Они будут играть 4 плюс 1 девочки. На данный момент будет участвовать 8 школ девчонок, но мы планируем, что может быть еще кто-то прибавится, у кого-то еще появится желание участвовать в нашем турнире. Скажи, пожалуйста, как в студенческой и школьной среде футбол среди девчонок популярен? В данный момент у нас происходит так, что студенческие команды не имеют подпитку за счет общеобразовательных учреждений. У нас нет детско-юношеской спортивной школы по футболу среди девушек. У нас не ведутся тренировки в данный момент, также среди дополнительного образования у девчонок женского футбола. Мы очень надеемся и хотим, что женский футбол будет расти и откроется отделение в нашей детско-юношеской спортивной школе номер 17 по футболу, будет там женское отделение. Потому что очень часто девочки, школьницы спрашивают, куда можно пойти на тренировку, где можно заниматься, где можно тренироваться, но, к сожалению, условий в городе Томске нет. Поэтому в ВУЗы имеют в данный момент слабые ресурсы, то есть не приходит новый контингент. Имеются только старые спортсмены, которые участвуют в данных соревнованиях. Но, несмотря на это, девчонок глаза горят, когда они видят футбольный мяч, когда они хотят заниматься футболом? У девчонок глаза вообще горят. Они когда играют, когда они тренируются, у них огромное желание. То есть все, кто видится, пытаются подойти и тоже принять участие. Где можно поиграть? То есть девочки, они азартные, они игровые. То есть такие эмоции, они которые захлёстывают. Это не мужской футбол. И девчонки с огромным желанием принимают участие во всех соревнованиях, которые мы проводим. Это и зимние, и летние первенства, и студенческие соревнования. Поэтому женский футбол должен быть всегда и должен только просветать. Также хотелось сказать, что наши девочки с посёлка Улу-Юла заняли первое место в сибирском этапе мини-футбол в школу. Это всероссийский проект. И 27 марта они едут на финал России в Москву, где будут защищать честь Томской области. Это первый успех наших девчонок, которые 2005-2006 года рождения, совсем маленькие, из посёлка. Они поедут и первый раз увидят нашу столицу, родину. Слава Томской области и её спорту. Да, да. Ну, совершенно приятно, когда вот такие молодые девчонки, им сейчас сколько лет? 11-12 лет. Так это наша надежда. Вот они нас вытащат вперёд в этих достижениях. И самое главное, что не из города, а из сена. Представляешь, как здорово. И вот на этой самой замечательной, оптимистической ноте мы прощаемся с вами. До новых встреч. А тебе, Ирина, я желаю стать судьей международной категории. Тем более, что ты судила универсиаду в Казани. И в следующий раз, когда я буду тебя принимать здесь, ты будешь судьей международной категории. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. И тебе. Ирина, я слышал, что ты изумительно играешь на фрейте. Хвалиться не буду, но люди восхищались. Правда? Да. А нет ли у тебя сейчас случайно с собой инструмента? С собой нет, потому что сегодня целый день на стадионе. Увы, рояля в кустах не нашлось. Но я знаю, что у любого судьи всегда с собой есть музыкальный инструмент. Это свисток. Есть даже два. Попытаешься что-нибудь исполнить на садейском свистке? Ну, попробуем. Никогда этого раньше не пробовала, но футбольный марш попробуй исполнить. И так. Великолепно. На следующий раз, когда ты придешь ко мне в мастерскую, ты принесешь с собой флейту и исполнишь музыкальную партию Моцарта. Моцарта.